А запомнились прежде всего очень напряженной разделкой в свободным стилем. Женщинам предстояло преодолеть дистанцию в 10 километров. По традиции на старт самые сильные спортсменки выходили последними, уже зная результаты прохождения контрольных точек, стартовавших в начале. В итоге одни пытались убежать, другие догнать, показать лучшее время, чем у соперницы, выкладываясь на полную. Быстрее всех оказалась Юлия Чикалева из Вологодской области. Представительница «Поморья» Светлана Николаева заняла 10 место. Дистанция для мужчин была 15 километров. На нее вышло 88 спортсменов. Но на первое место реально претендовали двое лыжников – Сергей Устюгов и Евгений Белов. По времени на контрольных точках долгое время эти два спортсмена шли нос к носу. Но в итоге Устюгов оказался на 5 секунд быстрее. Все получилось хорошо, гонка замечательная. Второе место. Уступить Сергею на пятнашке приятно даже. Он сильный спортсмен. В один из дней был командный спринт. Самые зрелищные и захватывающие соревнования, по словам многократной олимпийской чемпионки Елены Вяльбе. Женщинам предстояло пробежать 6 этапов дистанции в 1200 метров. После полуфинальных забегов определилась десятка сильнейших команд, которые повели борьбу за медали. Первым стартовым номером в финал отправилась сборная Москвы в составе Юлии Романовой и Натальи Матвеевой. Москвички не дали ни единого шанса своим соперницам, с каждым этапом наращивая преимущество. На финише их отрыв оказался более чем внушительным – почти 10 секунд. Какое золото дороже? Сегодняшнее или которое вы уже завоевали на четвертию? Честно, я в индивидуальном очень рада. Но, естественно, сегодня с видеоромановой добились, хотели. Были там, видно, в прологии немного такое самочувствие, неважно. Юлия говорила, что может быть это сейчас отойдем к финалу, в финале будет максимальная форма. Но так получилось, на самом деле мы отошли и показали максимум свой. Следом за женщинами в борьбу за медали в командном спринте отправились мужчины, которые бежали 6 этапов по 1400 метров. На участие в гонке заявилось 30 сборных команд. После полуфинальных забегов их число сократилось до 10. К сожалению, команда Архангельской области в составе Константина Лобова и Александра Архиповского в финал не пробилась. Основная борьба в решающем забеге развернулась между сборной Ханты Мансийского автономного округа и командой Республики Коми. Все решилось в финальном створе, где Сергей Усюгов оказался быстрее Ермила Вакуева. В итоге Антон Гафаров и Сергей Усюгов стали чемпионами России в командном спринте. И Усюгов выцарабывает золото для своей команды. Двукратный чемпион России 2015 года. Ермил Вакуев, браво за такой финал. Победа за нами. Ханты впереди. Всем организаторам и всем участникам очень большая благодарность. Четыре гонки чемпионата России позади. Остались лишь эстафеты и марафон. Кстати, напоминаю, он пройдет в ближайшее воскресенье. Так что приглашаю еще раз всех сюда поболеть. Ну а если соберетесь, то советую одеться теплее. Зима здесь продолжается.